Нота Бене Потом снова обсуждают, ну таких тем достаточно много, но обычно я к такой теме отношу коррупция, то бывает такой всплеск интереса, потом снова забудем на какое-то время, но сегодня мы с вами поговорим о теме, которая, наверное, долго будет, такая вечная тема, это тема приватизации. И вот в последнее время о приватизации начали много говорить, и пророссийская оппозиция возмутилась, что власть сняла ограничения на право приватизации с ряда объектов государственной собственности. По сути, разрешила их продавать. Я сейчас не буду перечислять эти объекты, вы можете сами посмотреть. Ну, что интересно, наша власть действовала как обычно, она ничего не объясняла и не пыталась даже объяснить, почему вот она принимает такое решение, зачем это, как пойдет этот процесс. Она как бы, когда начали говорить, что там театры, министр культуры сказал, да не будет никаких театров, когда назвали некоторых экономических субъектов, да нет, мы пока никому не продаем и так далее. Ну, такое тяни, толкай, как бы ни о чем. Вроде бы и хотим продавать, но не собираемся продавать, а может продадим, а может и не продадим. Так что паниковать не нужно. Так спрашивается, зачем снимали запрет на приватизацию некоторых объектов, как бы раскрыли их. Ну, в общем, это как всегда в Молдове делается, такой маленький бардак образуется. Правда, затем председатель парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Раду Мариан сообщил, что государственные предприятия и государственные компании будут разделены на пять категорий. Это неприватизируемые предприятия, то есть которых не будут приватизировать. Второе, это предприятия, рекомендованные к реорганизации в другую организационно-правовую форму. Далее, предприятия, подлежащие приватизации после реорганизации. Потом предприятия, рекомендованные к немедленной приватизации. И предприятия, рекомендованные к ликвидации. Это еще больше запутало всех, так как никто не понял, какие предприятия в какую категорию попадут. Ну, наверное, разумно было бы сначала проделать эту работу, а потом опубликовать списки, ну и предложить общественное обсуждение по всем вот этим пяти категориям. Возможно, в результате кого-то бы там исключили из одной категории, перевели в другую и так далее. Ну, делается, как всегда, делается через одно место. То есть, в общем-то, где в Молдове власть, а где разум. Это относится ко всем, к тем, кто был у власти. Я не имею в виду только тех, кто сегодня находится. Это как бы власть и разум, они как параллельные прямые, которые ни по Евклиду, ни по Лобачевскому никогда не пересекаются. Ну, еще одна новость. Правительству Молдовы потребуется, или 3-4 месяца, чтобы подготовить любое государственное предприятие к приватизации, сказал директор агентства публичной собственности Роман Кажухарев. Это время уйдет на разработку технического задания, отбора компании по цене активов и проведение оценки. И после этого можно будет перейти к следующим шагам по продаже объекта. А как же деление на категории? Как они еще не разделили, а уже собираются что-то делать? Ну, и становится впечатление, что и тут параллельные прямые правительства и парламента не пересекаются. Они как будто бы не слышат друг друга. Ну, а теперь давайте... У меня такой сюжет сегодня не фундаментальный. Я не собираюсь серьезно анализировать весь процесс приватизации, который был в нашей стране. Это требует, ну, наверное, такое громадное многотомное исследование. Просто такие немножко исторические зарисовки, немного истории, ну, на мой взгляд, о главной ошибке авторов молдавской приватизации. Ну, прямо скажем, за бумажки или, добавим, за пустые бумажки. Ну, речь идет о боновой приватизации в Молдове. По моему мнению, это была большая-большая авантюра. Я и раньше говорил, в 90-х годах это началось, потом в 2000-х годах даже были, участвовал в каких-то дискуссиях, а потом понял, что все это пустое, уже как бы процесс пошел, его уже не остановить, совершили ошибку. Ну, были попытки как-то выйти из этой ошибки, чего-то там по-другому немножко в пути пойти, создавать какие-то холдинги на базе вот этих инвестиционных фондов, которые были. Ну, и тоже ни черта не получилось. Но, почему боновую приватизацию приняли? Потому что она была упакована в такой очень красивый тезис о социальной справедливости. Ну, суть простая. Государство – это мы. Значит, собственность государства должна принадлежать каждому из нас. Ну, мы как бы отказались от чисто государственной собственности, поддержали частную собственность, ну, после того, как распался Советский Союз и отказались от той модели развития. Ну, и тут как бы нам предложили, что вы теперь тоже будете владеть реально, а не так, как считалось, что все мы как бы владельцы этой собственности, потому что мы владельцы государства. Но напрямую каждому из нас физически как бы невозможно эту собственность передать. Ну, нереально взять там кусочек какой-то собственности и нам отдать. И предполагалось, что массовая приватизация пройдет через так называемые боны народного достояния, я уже не помню, как они точно называют, которые мы получим и сможем вложить в уставной капитал любого предприятия, ну, на выбор. А мы будем выбирать, исходя из вот этих инвестиционных фондов, которые созданы, и они будут нашими бонами управлять. Ну, и каждый смотрел, куда вложить, какое предприятие выгодно. Кто-то там, где Букурия было, кто-то в другие там вкладывал предприятия, ожидая там большие доходы. Кто-то в строительные какие-то компании, ну, и так далее, и тому подобное. И, конечно, все ждали как бы чудо. Во-первых, ничего не надо делать. Есть посредник между нами и собственностью, который за нас сделает всю работу, ну, посредник эти инвестиционные фонды. Ну, а мы будем только получать дивиденды. И подавляющее большинство граждан очень радовались, что все, вот, наконец, будет мощная прибавка к зарплатам, кому-то к пенсии. После приватизации они будут получать дивиденды вот с этих предприятий, куда они вложили свои вот эти боны. Ну, и нас ждет такая прекрасная-прекрасная жизнь. Но собственность эта, на которую надеялись что-то получать, разошлась между посредниками и теми, кто стоял за этими посредниками из власти и бизнеса. И, собственно говоря, они захапали эту собственность, а те, кто отдали свои боны, они остались в конечном итоге ни с чем. Ну, и несколько слов о приватизации земли. Да, в принципе, я смотрю на это нормально, что землю решили, ну, как бы вернуть крестьянам. Она же и раньше принадлежала им, до того, когда их начали загонять в колхозы и отнимать землю. Но тогда правительство предполагало, я помню, тогда был премьер-министр Муравский, сделать это с умом. И они говорили крестьянам, да, вы получите землю, станете собственниками, но важно соблюдать одно условие. Ну, Муравский, кажется, Валерию зовут, он царствуем весом, он ушел уже из жизни. Кстати, замечательный, хороший человек был, я был с ним знаком. Ну, и он тогда, как премьер-министр, говорил, собирая крестьян, ну, хорошо, мы дадим вам землю, но давайте создавайте какую-то общину, кооперируйтесь, чтобы не раздроблять землю, чтобы собрать ее, как бы, и вместе все это было. Но была масса демагогов, особенно в парламенте, которые стали пугать, что это возрождение колхозов, и мы с этим боролись, а мы снова к этому возвращаемся, при том, что тут, как бы, подход был совершенно другой. Тут крестьяне становились реальными собственниками земли, и при желании могли выйти с колхоза, или, там, что-то они создадут, какой-то кооператив, и так далее. Кстати, в некоторых западных странах это существует, и в Израиле есть очень прекрасные модели такого развития. Но, в общем, не получилось, и земельные наделы были раздроблены, ну, и то, что там сейчас происходит, вы прекрасно знаете. А вот если в целом говорить о приватизации, где нормально, ну, по моему мнению, прошла приватизация. Ну, то, что я знаю, то, что я, как бы, наблюдал в Эстонии и Венгрии, ну, в частности, скажу несколько слов об Эстонии. Там из госбюджета, я не знаю, может быть, кто-то еще из Запада помог, я точно не владею информацией, было выделено специально 50 миллионов долларов, как вы думаете, на что? На поиск иностранных инвесторов, которым была предложена вот эта собственность, которая государственная была в Эстонии. И искали инвесторов, которые специализировались на том, что им предлагали. И это сыграло свою позитивную роль, потому что продали эти предприятия, возможно, даже не очень там и торгуясь, но продали тем, кто реально мог работать, привести туда новые технологии, инвестировать капиталы, и имел рынки сбыта. И это очень важно. И также я был в Венгрии, изучал там немножко, они тоже поступили примерно так же. И в результате собственность оказалась в руках тех, кто хотел развивать бизнес, а не потихоньку украсть и распродать по частям недвижимость, то, что, к сожалению, происходило в Молдове. К позитиву приватизации отнесу вот приватизацию государственных квартир. Это нормально. И я вообще так думаю, что те, кто стояли за приватизацией, это в основном были чиновники, выходцы из Советского Союза, которые там добились высоких высот, больших добились. У них были у многих очень шикарные квартиры, но им выгодно было приватизировать эти квартиры, но и остальным тоже как бы досталось. Это нормально, потому что не в многих западных странах люди являются владельцами домов, квартир. И мне кажется, что у нас процент гораздо больше, чем в многих, ну таких, как принято говорить, развитых странах, там, допустим, Европы, там, Соединенных Штатов Америки. Там очень часто люди просто арендуют. Ну, может быть, это еще связано с тем, что они много перемещаются, они редко все сидят в одном месте, они ищут работу в той же Америке, может, в этом штате работать, потом в этом штате, в этом городе, потом в другом городе. Ну, а у нас как-то принято, ну, надо иметь свою квартиру, свой дом. Ну, во всяком случае, я повторяю, это достаточно позитивное решение. Ну, несколько слов о себе, что я выиграл. Я признаюсь вам, что от боновой приватизации я лично отказался. Я видел в этом уже тогда большой обман. Ну, члены моей семьи, там, родители, супруги, они получили эти боны. Ну, и да, и потом я вот буквально на днях беседовал с женой. Она сказала, вот, однажды получили за год 18 лей. Купила там килограмм банан, ну, тогда, наверное, они были по этой цене. Ну, было 6 лей получали за год. Ну, и примерно такая же ситуация была у родителей. А потом вообще перестали платить. Хватит, поигрались, пожили за счет государства, получая от 6 до 20. Кто-то, может быть, и 100 лей, и достаточно. Ну, а те, кто были, так сказать, поумнее, похитрее, имели какие-то деньги, они потихонечку-потихонечку подгребли под себя эту собственность. И вы знаете, не было бы страшно. Некоторые действительно запустили предприятия, они начали работать, начали вкладывать в них. А некоторые просто тупо распродали собственность. Ну, в первую очередь распродавали недвижимость, там, офисные помещения, складские помещения, заводские помещения и прочее, прочее. В этом духе. И многие на этом обогатились. Ну, если я повторяю, уже закончу по себе, от государственного пирога мне ничего не привалило. Ну, и вообще, все годы независимости я с государством не имел никаких дел, не работал на государство. И поэтому абсолютно чистый взяток не брал, потому что никто не мог мне их давать. Я не был на государственной службе. Ну, вообще, я бы и не брал, если бы был бы на государственной службе. Тут вы можете мне поверить, у меня есть определенные принципы. Ну, и несколько слов о реалиях Молдовы. Вот, коррупция против приватизации. Да, да. Коррупция очень помешала нам и дальше проводить нормальную приватизацию. Ну, вот почему в Молдове затягивалась приватизация крупных и перспективных государственных предприятий, которые нуждались в модернизации, в новых технологиях. Да, они были на плаву и сейчас на плаву, но рано или поздно их перспектива исчезнет. То есть, без вот этих новаций, без новых технологий, без рынков сбыта, которые есть у многих западных, да и не только западных, а азиатских фирм, у них нет перспективы. И когда мы сейчас судорожно цепляемся, это госсобственность, нельзя это отдавать. И говорим, они же прибыль приносят. Да, они приносят прибыль. Но если, мол, телеком чуть-чуть раньше, в 90-х годах, готовы были дать 100 миллионов долларов, я думаю, сейчас такая сумма даже не обсуждается, чтобы столько заплатили за приватизацию, мол, телекома. То есть, цены упали, потому что пропал к ним интерес. На каком-то этапе он был, потом начал пропадать. И почему же мы это не делали? Почему мы их не приватизировали? Да и сейчас не торопимся это сделать. Ну, давайте так. Вот какая коррупционная составляющая? Первое. Чиновники сидят в наблюдательных советах и получают очень хорошее дополнение к своей заработной плате. Второе. Можно было с госпредприятий тянуть деньги для партии и для себя. То есть, можно было брать там машины, можно было помещение использовать, не платить. Можно было просто, чтобы они какие-то деньги перечисляли под какие-то мифические контракты и так далее и тому подобное. Ну, и третье. При удачной для чиновника приватизации можно было взять хорошую взятку. И они как бы старались не дать чужим приватизировать. Надеюсь, что сами приватизируют. Я имею в виду, при их участии будет приватизация, и они получат хороший откат. Я помню тогда по Малтелекому, это вообще была такая очень интересная история, когда там одна партия у власти говорит, слушайте, там они хотят получать 2 миллиона долларов отката. А те говорят, нет, та партия следующая, она хочет 4 миллиона. А потом один очень умный политик, когда стал реально вопрос о приватизации, он запросил 50 миллионов долларов за то, чтобы отдать Малтелеком на приватизацию. Но вообще в конечном итоге вопрос не был решен. И это не только по Малтелекому. Когда-то хотели японцы, чтобы им продали компьютерный завод, помните, который строился на Чеканах, между Чеканами и Рыжкановки. Они хотели там производство компьютеров наладить, чтобы на Европу чиновники высокопоставленные, я знаю фамилию, не буду называть, запросили взятку, большую взятку. Японцы сказали, слушайте, мы берем, по сути дела, недостроенный еще завод, мы должны вложиться сюда, обучение провести, технику завести. Почему мы еще должны платить? Мы же для вас это выгодно все делаем. Но чиновники рассуждали так. Главное, что был мой интерес. Такая же ситуация сложилась с телевизионным заводом Альфа. Хотели с Южной Кореи, кажется, с фирмы Самсунг, купить это предприятие. И тоже вели переговоры. И тоже им поставили условия. Будет откат большой, сможете тогда купить этот завод. То есть мы потеряли возможность, чтобы тут работали с Южной Кореей, с Японией. И возможно, мы бы стали действительно такой компьютерной столицей, телевизионной столицей, которая бы работала на Европу. И шла бы туда продукция и рабочие места, отчисления в бюджет и прочее. Но мы в конечном итоге, компьютерный завод, там какие-то сейчас торговые, да, центр, телевизионный завод. Я не знаю вообще, что там сохранилось или не сохранилось. Ну, знаю, много в аренду там ушло. Ну, наверное, кто-то на этом зарабатывает. Да, были случаи приватизации. Я в моей памяти много писал. Вы можете на ава.мд найти эти мои публикации, как приватизировали гостиницу Кодру. Ирония судьбы, что до приватизации, сейчас боюсь точно назвать, правительство вложило в ее ремонт где-то порядка 10 миллионов леев. Отремонтировали. Ну, не сказать, что супер, шикарная. Ну, раньше это считалось как бы правительственная гостиница. Джулия Олон это была Цыковская, ну, до того, как там ее захапали. А это была правительственная. Ну, и потом, кстати, это при коммунистах произошло. Я помню, там, Ирина Влаг и еще несколько человек обратились к письмам в парламент. Она была депутатом от партии коммунистов. Что надо приватизировать гостиницу Кодру. Нам нужна суперсовременная гостиница. И так далее, и тому подобное. Красиво описали. И ее приватизировали. Я не знаю, кто убедил Ирину Влаг, что надо вот так бороться за эту гостиницу. Но, во всяком случае, убедил, что госсобственность плохая, а продать за небольшую сумму, это хорошо. Ну, и в результате, вы знаете, что эту гостиницу вообще потом снесли. Ну, вернее, перепродали банку, который гостиницу снес. Потому что там, ну, невозможно было переоборудовать под банк. Очень интересная история тоже при коммунистах. Кстати, тогда Дадон был министром экономики гостиницы «Националь». Ее выставили красиво на конкурс. Вот я не помню, Кодру вообще как была на конкурсе, или ее по-тихому отдали. Так вот, гостиницу «Националь» выставили на конкурс. И я помню, было три претендента. Один из этих претендентов, очень крутой молдавский бизнесмен, мне рассказывал. Я сейчас уже по суммам боюсь ошибиться, но суть в том, что был очень крутой инвестор с Италии, который занимался именно гостиничным бизнесом. Был этот молдавский бизнесмен, очень достаточно богатый, который хотел заняться гостиничным бизнесом. И был третий человек, как говорят, продавец мяса из какого-то там района. Ну и этот, который молдавский бизнесмен, мне рассказывал. Сейчас я повторю. Я условные цифры назову, чтобы вы потом, когда найдете правильно, не подловили меня, что вот ты же не те цифры называешь. Ну так вот, условно, итальянцы предложили 5 миллионов за гостиницу, бизнесмен этот предложил 8 миллионов, а продавец мяса предложил там 15 миллионов. Ну и приватизационная комиссия сказала, ну вы видите, сколько он предлагает. То есть, нет, тут чуть я вас не запутал. По цене приватизации продавец мяса предложил меньше, то есть не там 15, то есть они как бы предлагали по цене приватизации примерно все одну сумму. Но итальянцы обещали инвестировать там 5 миллионов, бизнесмен 8 миллионов, а продавец рыбы 15 или 20 миллионов обещал. И те сказали, ну слушайте, он же самый больше предлагает инвестировать, значит он будет развивать эту... Ну и короче продали этому продавцу мясо или рыбы, и в конечном итоге он ни копейки туда не инвестировал. Ну все знали, что это авантюра, все знали, кто стоит за этим рыбом мясо, и в результате она пошла по рукам. Я даже не знаю, кто сейчас является владельцем, но владелец желает одно, снести ее и построить там жилой комплекс. Вот это борцы за государственную собственность, такие государственники, Воронин и Додон, и Скодру, и с Национальным при них происходило. Ну, давайте вернемся к приватизации. В конечном итоге мне близка идея, которую высказал Каха Бендукидзе, который проводил реформы в Грузии, что можно продать все, кроме совести. Но я бы от себя добавил, что нужно это делать с умом и честно. То есть, в этом плане, я повторяю, я сторонник идеи Каха Бендукидзе. Но нужно приватизировать и делать при этом прозрачно, гласно. И лучший вариант, исключительно средствами иностранного капитала, за которым стоят наработки, не просто деньги, а фирмы, у которых есть свои технологии, которые они тут могут внедрить, у которых есть свои рынки сбыта и так далее. И причем, когда я говорю, иностранный капитал не с Кипра, не с каких-то офшоров, где даже наши могут скрываться или какие-то там коррупционеры из России. А вот именно иностранный капитал тех фирм, которые специализируются. Ну, условно говоря, если кто-то покупает, мол, телеком, он должен специализироваться в этой области. И это очень важно. И если мы пойдем этим путем, то, безусловно, все это должно быть, я повторяю, прозрачно, на конкурсной основе. Ну, не так, как сегодня происходит в аэропорту, который, ну, вообще, молдавские власти тут запутались. И мы вообще не понимаем, то ли они упорно тянут какую-то одну фирму, то ли они ни черта не понимают, что и как делать. Хотят любой ценой вышвырнуть оттуда шора, но сами дельно ничего предложить не могут. И еще выскажу вещь, которую, ну, многие в Молдове абсолютно не приемлют. Ну, в принципе, а что я должен подстраиваться под большинство, если у меня есть своя точка зрения? Я считаю, что нужно продавать иностранцам землю под конкретные инвестиционные проекты. Глупо, когда говорят, вот иностранцы разбазарят нашу землю. Слушайте, они же не идиоты. Если они идут сюда и предлагают, вот тут мы хотим создать ферму, тут мы хотим вот это сделать, это значит, они все продумали, у них есть бизнес-план, и они готовы тут работать. Так почему не пойти им навстречу и не подарить, а продать, и продать в том числе и по хорошей цене? Это лучше, я смотрю, когда отчитывается там о доходах, наши прокуроры, судьи, чиновники, депутаты, они практически все владеют многими наделами земли. Не теми, что там получили их родители, допустим, по два гектара, а у них десятки, чуть не сотни гектаров земли. То есть они где-то по возможности, имея взятки, вкладывали в землю, но особо они не инвестируют, не развивают это дело. А вот иностранец, если придет, он будет инвестировать, развивать, потому что он вложил деньги. Ну и я добавляю, тот же у него есть какой-то рынок сбыта. Безусловно, тут надо очень, чтобы законы работали. Мне один инвестор рассказывал, он вложился на севере Молдовы, взял в аренду землю. И говорит, на этой земле стоял разваленный коровник какой-то, ферма была какая-то. Ну и говорит, мы решили, вот есть у нас в аренде земля, мы там производим, почему бы не сделать там ферму, я не помню, там крупный рогатый скот или там свиньи или что-то другое, или там птицу хотели разводить. И они взяли, отстроили это помещение. И как только они отстроили, там местные бонзы, прокурор, судья и так далее, за которыми стоял какой-то бизнесмен, оказывается, в свое время он этот коровник разваленный приватизировал там за копейки. Но молчал, и когда те уже отстроили, он сказал, слушайте, это моя собственность, давайте платите мне арендную плату. И поднял там такую цену за эту арендную плату, и они уже не могли разрушить, потому что это его собственность. Ну и короче, дурацкая ситуация, я помню, они ходили тут по разным кабинетам, пытались как-то решить эту проблему, но ничего у них не получилось. В конечном итоге они, мне кажется, вообще ушли. И это была задача главная там, потому что они привели землю в порядок, они наладили там производство, что-то выращивали. И, конечно, местные решили готовые забрать. Поэтому многие инвесторы, не имея права на собственность, боятся идти сюда. Ну и еще в заключительной части, вот мы государственная собственность, это так круто. Это, вы знаете, на картинке, которую я выставил, есть одно здание, вот обратите внимание на эту картинку, которая стоит в центральной части Кишинева. Это здание бывшего дворца пионеров. На Стефана, Чалмаре, рядом с медицинским университетом. Оно полностью там разрушено. Не знаю, там, кажется, обсерватория была для пионерии. И, вы знаете, я был в многих городах, там, ну, допустим, в Германии, Нюрнберг, Берлин, Дрезден, которые очень сильно были разрушены во время войны. Да, я был там в центральной части, может быть, где-то на окраинах что-то есть еще, но хотя сомневаюсь. Но такого разрушенного здания я не видел, которое уже стоит десятилетиями у нас тут. И что, наш государство, такой прекрасный собственник, ничего не может сделать? Ну, продайте кому-нибудь, отдайте медуниверситету, отдайте примарии, городу. Может быть, они что-то сделают. Нет, держат. Даже сеткой его не закрыли и позорят все туристы, которые бывают в Кишиневе, фотографируют и потом размещают фотографии в иностранной прессе. Вот смотрите, какой чудесный город с развалинами. Это государственная собственность, за которую мы так цепляемся, не отдадим, не отдадим. Это наше. Ну, не знаю. Во всяком случае, если говорить о перспективах, я по большому счету верю в перспективы приватизации и прихода нормальных инвесторов, когда мы войдем в Европейский Союз. Это будет определенная правовая защита, ну, для серьезных. Инвесторов, что тут не будет рейдеров, которые будут захватывать хитрых прокуроров, судей и прочее, прочее в этом духе. Ну, и я верю в зонтик НАТО, потому что инвестор думает все время о безопасности. А когда Россия нам периодически угрожает, там, помните, дойдем тут до границ Молдовы, там, захапаем Приднестровье, может быть, Гагаузи, а может, всю Молдову. Какой нормальный инвестор войдет? Мне говорил один посол в одной такой большой стране, он находится, что когда там просчитывала одна очень крупная мировая корпорация с миллиардами оборотов, возможность вхождения в Молдову, и я говорю, ну, рабочей силы нет, нет, считали решаемая проблема. Я говорю, у рынка сбыта, у них свои рынки сбыта, я говорю, а в чем проблема, почему не вошли? Политическая нестабильность, не знаем, чем все это закончится, какая власть тут будет, какая страна тут будет, кто сюда придет или не придет. Ну и поэтому есть проблемы. Ну и, безусловно, надо искать инвесторов, сами они не придут. И вообще надо уделять больше внимания развитию бизнеса. На днях у меня был разговор с одним из представителей власти. Ну, я просил подумать над возможностью государственной программы информационной поддержки молдавских производителей товаров и услуг. Ну, кто обращал внимание, что я говорю в своих передачах и на фейсбуке, пишу там на сайте ava.md, ну, у меня как бы есть мечта, что надо найти возможность информационно поддержать, помочь выйти на внутренний рынок, на внешний рынок производителям товаров и услуг, особенно из сел. Ну, и я излил эту свою мечту чиновнику, и он сказал, слушай, чем вы занимаетесь? Это бизнес. Пусть бизнес занимается своими проблемами. Почему должно вмешиваться государство? Бизнес сам должен о себе думать. Ну, я хотел бы, чтобы этот чиновник приехал в село, где они еле сводят концы с концами, и сказал, это ваши проблемы, занимайтесь сами. Я посмотрел бы на их реакцию. Но, к сожалению, вот это наши реалии. Вот так мы живем. Поэтому у нас еще совсем проблемы, ну, в том числе и с приватизацией. Ну, во всяком случае, я надеюсь на лучший вариант. Мы будем обсуждать с вами эти темы. Поэтому еще раз прошу... А, нет, я даже не просил. Ну, первый раз прошу в этой передаче. Ставьте лайк, подписывайтесь, оказывайте нам финансовую поддержку. Ну, и читайте сайт ava.md и заходите на мои персональные страницы Виталия Андреевской, в Facebook и Telegram. Там я комментирую каждодневно, много раз, политические, ну, и не только политические, экономические события в Молдове. Всего хорошего. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok